Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн и сегодня я хочу снять видео-тег под названием «Что в моей спортивной сумке?» И дело в том, что это видео мы решили снять совместно с замечательным бьюти-блогером, блогером Викулей Портфолио Unique в YouTube. Наше знакомство с Викой произошло год назад в Санкт-Петербурге, когда я летала на встречу с подписчиками. Вика предложила мне встретить меня в аэропорту. Вику я очень удивилась. Она меня довезла до места встречи, я очень ей благодарна. Плюс ко всему Вика очень позитивная, очень красивая девушка, у нее двое деток. Она молодая мама, она все успевает, плюс ко всему она еще и поет. В общем, Вика молодец. И мы вместе с Викой решили снять для вас такого рода видео, показать, что же в наших спортивных сумках. Знаете, дело в том, что я перестала ходить в спортзал. Я когда-то месяца два назад ходила в спортзал, но недавно я перестала это делать, потому что мне катастрофически не хватает времени. Спортзал находится в другой части города, в который я приобретала абонемент. И мне вообще неудобно оттуда ездить. Я пока оттуда доеду, пока доеду оттуда домой. Проходит полдня, и поэтому я решила не ходить больше в спортзал, а больше двигаться, бегать где-то возле дома, ходить пешком и так далее. В этом видео я не только хочу показать вам, что находится в моей спортивной сумке. Находилась, да? Но еще рассказать вам про прекраснейший браслет Джоубон, которым я давным-давно пользуюсь. И многие из вас спросили, чтобы я сняла на него отзыв. Все, поехали. Моя спортивная сумка выглядела вот так. Она очень легкая. Я не знаю, что это за фирма. Она у меня очень давно. И очень-очень она вместительная, удобная. Ее можно и на плече носить, и в руках. И в нее помещается абсолютно все. И знаете, я непривередливая. Мне без разницы, что носить в спортзал. Я, когда хожу в спортзал, я не хожу туда красоваться. Я хожу туда заниматься, да? Поэтому в моей спортивной сумке вы не найдете ничего особенного, кроме как обычного спортивного костюма от Adidas, которому уже лет пять. Дело в том, что когда-то давным-давно мне муж подарил этот костюм. Это Adidas от Стеллы Маккартни. Он очень красивый. Кстати, все коллекции от Стеллы Маккартни, которые в Adidas, они прикольны. И на них обращаешь всегда внимание. Ну, ничего особенного. Серенький костюмчик. Ну, прикольно сидит. Прихожу иногда вот в этой футболке, в других каких-нибудь леггинсах. Мне без разницы, на самом деле, в чем заниматься. Главное, чтобы мне было комфортно, чтобы была удобная обувь. И я сделала вывод, что лучше входить в спортзал в нормальные специальные обуви, чем красоваться там, да. Обувь у меня от фирмы Nike. Я их заказала полтора месяца назад, эти кроссовки примерно. И я вам хочу сказать, что они очень удобные. Они самые удобные кроссовки, которые я носила когда-либо в жизни. Они мне нигде не жмут, не трут. И они сто раз удобнее, чем New Balance. Вот, отвечаю вам. Сто процентов. И поэтому я в New Balance хожу просто в магазин, гуляю там. Ну, красусь, да, грубо говоря. А в найковских кроссовках я вот хожу в фурзале, хожу по улицам. Я в них активна, потому что они невесомые, очень удобные и крутые на самом деле. Гель для душа обычный, любой. Не обязательно вот этот. Просто у меня он был. Поэтому я в сумку положила. А так, иногда я даже не принимаю душ, потому что знаю, что я там пойду домой, либо вернусь домой. Поэтому как-то так. Ну, обычно это какой-нибудь дезодорант. Еще с собой носила я бутылку MyBattle, наливала в нее воду. Либо имбирь резала и водой заливала. Либо лимон заливала водой. И носила ее с собой. Когда я ее выпивала, я еще дополнительно наливала в нее воду и пила. Потому что я когда занимаюсь, я выпиваю где-то литр воды во время тренировок. И обязательно какие-нибудь салфетки влажные, чтобы там вытереть, что-нибудь протереть. Можно с собой взять еще маленькую косметичку, если вы идете в спортзал. Ну, просто если вы стесняете. Потому что я обычно со спортзала выходила жутко красная. И краснота эта не спадала долгое время. Поэтому иногда я брала с собой тональный крем, чтобы все это замазать уже после спортзала. Ну, теперь самое интересное. Давайте я вам расскажу про браслет Джагон, которым я пользуюсь уже давно. Когда мне его подарили давным-давно, я попользовалась им недельку. Потом он мне надоел. Я к нему тогда не привыкла, что он на руке постоянно болтается. Я его сняла и все, и забыла про него. Он мне очень нравится. Скажу честно, во-первых, мне нравится, что зарядка держится 9 дней. Это просто класс. Я его заряжаю полчаса. Я, если честно, не засекала, сколько я его заряжаю. Ну, примерно полчаса бывает, если я не тороплюсь. Я его заряжаю часто. Он у меня на компьютере висит, потому что он через USB. Здесь снимается вот так крышечка. Надевается на специальный провод. Такой коротенький серенький USB. Вставляется это USB либо в компьютер, либо в специальную розетку, переходник. К нему нужно привыкнуть, потому что он массивный. Еще я бы посоветовала купить какой-нибудь универсальный цвет, который подходит подо все. Например, черный. Вот синий не подо все подходит, но, в принципе, смотрится неплохо. Если под белое, под серое, под черное. Но если вы что-то золотое надеваете, то вообще не в тему. Или вы в какой-нибудь наряд вечерний. Этот браслет синхронизируется с телефоном, с специальным приложением Up. Вот. Вы его открываете, Up. И вы вставляете. Снимаете крышку. Вставляете в отверстие, где микрофон. И поехала синхронизация. Я его давно не синхронизировала. Показывает сразу, что здесь осталось 17% зарядки на один день примерно. Потому что я уже давно его не заряжала. Ну, 9 дней уже прошло. Достаточно быстро он считывает информацию. Вот. И он показал, что я очень мало ходила эти 3 дня. Ужасно мало ходила. На прошлой неделе вы прошли не менее 38 тысяч шагов. Это 30 километров. И здесь они пишут. Пишут постоянно. Еще мне нравится, когда вы ложитесь спать. Нажимаете здесь сбоку на кнопочку. Загорается луна зелененькая. Значит, все. Режим сна. Вы спите вместе с этим браслетом. И он показывает, сколько часов у вас был глубокий сон. Сколько раз вы перевернулись. Сколько неглубокий сон был. Сколько вы уснули. Сколько вы проснулись. Очень прикольно. Затем здесь можно установить умный будильник. Через телефон. Вот когда вы. Здесь разные настройки есть. И вы тут настраиваете. Вот. Сейчас скажу. Будильник можно настроить. С понедельника по пятницу вы выставляете время. Я поставила 7 утра. И каждый день в 7 утра он меня будит. Он вибрирует на руке. Я сразу просыпаюсь. То есть вы не будете вокруг себя никого. Никакая мелодия не играет. И только вы просыпаетесь. И чтобы выключить будильник, опять же, нужно нажать на кнопку. Прижать ее. Вот. Здесь можно еще установить дневной сон. Если вы вдруг собираетесь днем прилечь. Поставить на дневной сон. То есть он будет все в точности в течение дня рассчитывать. Сколько вы днем ходили. Сколько вы днем поспали. Сколько вы потом встали. Еще походили. И потом опять легли спать. Можно установить режим бездействия. То есть, когда вы долго бездействуете, он начинает вибрировать на руке. И вы понимаете, что вы долго сидите. Вам нужно встать и походить. Здесь можно выставить режим напоминания, что вам пора ложиться в спать. Калорийность блюд. То есть вы можете добавлять, сколько вы съели сегодня еды. И он, в принципе, просчитывает калории по порциям, да, приблизительные. Выставлять свое настроение. Вот сегодня у меня, например, нормально. Потом я там счастливая. Мне грустно, печально. Вы увидите свою статистику. И вы начинаете себя менять реально. Здесь можно приглашать друзей. Если кто-то зарегистрировавшийся есть, можете его приглашать. Ставить какие-то цели. Разные здесь есть приложения поддерживающие. Там это нужно вам почитать уже в гугле, что он там поддерживает. И так далее. В принципе, мне очень удобно. Я потому что хожу в нем весь день. Я потом смотрю, сколько я пришла. И за счет этого я стараюсь больше ходить пешком. Иногда я даже не беру такси. А вот прям выхожу из дома. И иду пешком, иду пешком. 3, 4, 5 остановок. 7 километров. И я чувствую потом себя очень клево. Я радую за себя. Я смотрю, вставляю браслеты. Я понимаю, что я там чего-то добилась. Он мне пишет, хвалит меня, что я молодец. И на самом деле я уже к нему привыкла. И мне он очень нравится. Мне он не мешает. Я не знаю, есть ли здесь какие-нибудь радиоактивные волны. Как-то на мое здоровье влияет браслет или нет. Я не знаю, это еще не доказано. Но в принципе, классный, полезный гаджет. Или как его назвать? Как бы клевая штука. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам сказать. И браслет показывает, я думаю, достаточно точно шаги. Потому что, когда я не хожу, никуда сижу, он ничего-то мне не считает. Даже если я вот так двигаю рукой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте посмотреть видео Вики. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok